Строительство Что касается инфраструктуры, безусловно, очень многие вещи, которые сейчас в Москве осуществляются, проекты создания общественных пространств, создания парковых пространств, создания инфраструктуры. Строительство Это такая линия, которую невозможно пересечь человеку, не говоря уже о животных, насекомых и так далее. Поэтому вот эти вопросы должны иметь экспертный консенсус, спорный, безусловно. А что касается жилья и вообще недвижимости в Москве, на мой взгляд, то, что сейчас делается и в департаменте Московской архитектуры, да, те стандарты, которые сейчас прорабатываются, они пока еще не совершенны, но они уже близки к тому, чтобы гарантировать определенное качество жизни в городе. Вопрос про вкус, да, ну я, например, люблю Париж, да, я люблю Нью-Йорк, я люблю много каких городов, но дело не в том, к чему Москва могла бы стремиться. И, кстати говоря, точно не к Сингапуру. Вот есть такая мода теперь, да, в Москве, что вот как-то вот все время мы себя соотносим с азиатскими какими-то моделями, да. Я категорически против этой истории. Это скорее европейские все-таки столицы, европейские мегаполисы. Безусловно, где-то успешнее решены управленческие вопросы, да, где-то решены лучше вопросы инфраструктурные, где-то жилищные вопросы лучше решены. Но в целом Москва сейчас, в общем, не на мой взгляд, Москва подходит к тому уровню, который она имела до революции. Если вы не знаете, Москва входила в десятку лучших городов мира в силу как раз-таки развитости инженерной инфраструктуры, да, канализации, водоснабжения, электричества. Но это была определенная модель управления. Это было не централизованное управление, а создавались различные ассоциации горожан, скажем так, богатых горожан, которые формировали, аккумулировали средства на реализацию таких проектов и инициировали такие проекты. То есть у нас было гражданское общество до революции, да. И мне кажется, что сейчас Москва, в принципе, если ей еще подкрутить управление до революционного периода, мне кажется, что у нее есть очень много шансов приблизиться к тому уровню, в котором она была. Есть федеральный уровень, я на нем настаиваю, да, и мы будем это прорабатывать. Нам нужно менять стандарты минимального качества жизни, ниже которых нельзя опускаться для всей Российской Федерации. Следующий шаг, эти стандарты на федеральном уровне должны быть адаптированы на местах, в конкретном текущем ситуации. Ну, я вам приведу пример, да, чтобы не быть голословной, в советском градостроительстве была определенная идеология. И все наши нормы и стандарты, они соотносятся с той идеологией. А сейчас уже все поменялось, грубо говоря. Например, когда рассчитывались размеры квартир в советском, да, градостроительстве, исходили из того, что у женщин, партон, два комплекта нижнего белья, а у мужчин две пары носок. Я сейчас утрирую, точно детали не помню, но я хочу сказать, что это уже далеко не так, а это всего лишь маленькая деталь. Так во многих сферах, да, если раньше социальной инфраструктурой были детские сады, школы, дома, культуры, да, то сейчас эта линейка расширяется. У нас уже есть каворкинги, различные пространства другого качества, да, но при этом мы их наблюдаем в Москве, например, да, но мы не наблюдаем их в новых территориях. В Москве она же увеличилась, поэтому нам есть что развивать. И, кстати говоря, развивать новые территории без четко установленных стандартов, регламентов и правил игры категорически нельзя, потому что мы получим новый пояс или новую юбку спального района. С загубленной природой и, в общем, в деградирующей территории. Потому что спальные районы крайне редко, да, и практически никогда не развиваются в лучшую сторону сильно, да, это всегда территория, которая экономически неактивна. Ну, потому что огромный двор, там ничего не происходит, да, и на нем стоит жилой дом. Поэтому вот создание, в том числе, инструментов капитализации территории и правил, и регламентов, и вот таких вот как бы guidelines, то, что называется, да, правила, как работать на территории, они, безусловно, должны быть прежде, чем там что-либо начнется активно развиваться. Мы же наблюдаем, да, сейчас огромные достраивающиеся объекты или планируемые объекты, довольно крупные инвестиционные компании, которые давно разработали эти проекты крупных территорий, они же продолжают реализовывать спальные районы. Что такое спальный район, да, это хаотичная застройка из 17-этажных панельных стен, да, наши там башни, это еще ничего. Но когда это стена 17-этажная панельная, серая, да, без должной инфраструктуры, без создания рабочих мест, это критическая ситуация. Это пока что происходит. Были попытки в Подмосковье ввести какое-то ограничение на этажность, например, да, эти попытки потерпели провал, потому что строительное лобби, да, заблокировало, забайкотировало это ограничение. Надеюсь, что не произойдет этого в Москве. Но ограничивать с этажностью нужно. Наши девелоперы, особенно в Москве, до сих пор сверхприбыли, о которых западные девелоперы могут только мечтать, да, причем сразу, быстро, при продаже. Все-таки культура девелопмента, а именно девелопмента как развитие, она полагает более длинный коридор отдачи, да, и аккумуляцию ресурсов, в том числе в будущем, потому что мы же про развитие говорим. У нас, как я уже сегодня говорила, большинство проектов развивается в парадигме просто застройки, а не девелопмента. И это быстрые деньги относительно. Поэтому с точки зрения коммерции, это очень привлекательный рынок. Но с точки зрения правил, которые здесь есть, и очень скрытых процедур, да, которые происходят при согласовании проектов, это, безусловно, очень опасный рынок, в том числе, да, высокорисковый рынок. Поэтому здесь на одном конце большая привлекательность, коммерческая отдача, на другом конце большие риски. Это, безусловно, различные ритейлы, ну, то есть коммерческая недвижимость, не жилая недвижимость, а именно коммерческая недвижимость. Это офисные здания, различные сорты технопарки, и крайне редко это бывает жилье. Я бы сказала, что было бы интересно привлекать на комплексные проекты, освоение территорий, включая реализацию там жилых зданий, объектов, то есть мультифункциональных территорий. Почему? Нам важны технологии, нам нужно задать уровень достаточно высокий, потому что, как вы понимаете, наши строительные технологии – это очень жесткий и очень ограниченный рынок. У нас нет фактически своих собственных, качественных строительных технологий, что влияет на стоимость и реализацию, и, соответственно, стоимость продаж. Потому что, если вы хотите построить качественный объект, вам нужно ввести все откуда-то. Но понятно, что технологии не появятся. Вот так просто нужно создать вызов. Я бы сказала, знаете, человеческие качества инвесторов сказываются на качестве того, что они делают. Да, тут дело даже не во вкусе. Хотя, ну, раньше это было. Мне кажется, сейчас в меньшей степени все-таки навязывается какой-то вкус. Навязываются там какие-то человеческие установки. В сущности, я бы сказала так, любой девелоперский проект или проект застройки – это проекция личности владельца компании. Да, представляете, вот соотнести себя, например, на месте девелопера, который построил, например, новый спальный район кошмарный, панельный. Да, ну, это так, это правда, да. Вызывает вопросы его человеческих качеств. Потому что сам был, я просто уверена, я опрашивала тех людей, которые это делают. Да, никто из них не хотел бы жить в таком районе. Ну, представляете, вы производите продукт, который вы говорите, «Нет, знаете, я лучше этим пользоваться не буду». Продолжение следует...